Эдвард, ничего личного. Синьера Дель Торо, все в порядке? Да, пока что все в порядке. Вы занимайся пока работой. Занимаемся раньше, выращиваем тут кур, свиней, скачки на быках устраиваем. Синьера Дель Торо, все в порядке. Им конец, я позвоню синьеру Дель Торо, и всех поеду. Звони, что с нашим господином? Тише, мы делались нормально, я номер этого детектива запомнил, ему не жить. Не забывайте, что мы пушки бросили. Нам сейчас надо отсидеться хотя бы денек, потом их забрать. Едем, едем, сейчас не будем брать. Я его маму в счетчатку. Должен, это замок за его. Окей. Да. Что сумка? Сумку потом заберем. Не сейчас. Едем, дорогой. Благо, мистер Монсон смог уйти. Куда он, где он вообще, куда он делся? Он ушел к нам. А, пешком? Да. Что тут идти тут? Десять минут. Так, много не болтайте, они могли нам что-то закинуть в машину. Не забывайте. Это нелегально. Не забывай, что это Америка. Здесь давай, мига, двигай. Тачку далеко на территорию не заводите. Оставьте вот тут возле забора где-то. Белая линия нам потом скажет, что парковка неправильная. Вот здесь, вот тут. Все, бросай ее нахер тут. Все, пошли пешком, нас ждут. Все быстрее. Иначе на конец. Синьор Монсон! Синьор Монсон! Открыто? Открыто. Синьор Монсон! Синьор Монсон. ему позвоню час а вон он да вот он был точно так всем спокойно синьор манса нас остановили нас задержали там какой-то детектив вопросы какие-то задавал про нас спрашивал спрашивал какого хрена у меня да он спрашивал какого хрена у меня на левой щеке татуировка паука что-то ему спрашивал состою ли я в каком-то картеле ему ничего не сказал сказал без консуа без адвоката я ничего не скажу я только что разговаривал с нашим другом из беру что все достаточно серьезно но они вероятнее всего не о чем не подозревают вы знаете что делаю с теми кто провинился да синьор манса вы же помните историю виктора да синьор мансом конечно синьор мансон вы же знаете мы всецело принадлежим вам это верно проходите все вперед окей стоять оружие при себе есть мы все скинули я дам тоже сегодня провинился пусть он зайдет туда становись на колени я же не по своей воле джетты тут звонил шеф он называет тебя труп что он хочет сейчас я подойду захаркивался своей кровью шавьер заходи разберись с теми кто ошибается знаете все эдвард ничего личного заходи да я знаю это очень важный момент шавьер заходи давай слушай сейчас я разберусь совсем разбивай его ставь ему жгуты выше колен наложи мужгуты выше колен ты провинился дважды за один день и у нас были подозрения что ты слил информацию полиции по поводу того груза ублюдок до какого груза на вас уже восемь лет работа выполнена знаешь какое самое больное огнестрельное ранение первое место живут 2 ранее 2 2 в колено сегодня у тебя будет вам бонус не надо я не могу смотреть на это отнесите его в дом наложите ему работайте в общем займитесь им если не хотите с ним вместе берите его несите внизу в подвал будет сразу согласно по лестнице сразу налево синер монсон может какие-то какие-то приказания вас будут конечно проследить чтобы они сделали все верно да синер все и усвоили урок что значит облажать давайте двигайтесь с вами кулаку он без сознания до ничего положите ему швы выньте пули займитесь подвал нужен живой альвара иди подготовь все бинты все несите вниз ты хоть знаешь кто я такой ублюдок налево 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 его налево вот сюда его вот сюда заводи кидая его прямо здесь на пол так я принесу бинты час проходи ки берет аптечку вперед аптечку с бинтами хватает несколько нет полотенца у меня не здесь не помню по моему нет это не так вроде как берется берет несколько полотенец альвара я сказал подготовить бинты черт подери так я принес полотенца аптечку сейчас я ему поставлю капельницу чтобы он не сдох от потери крови уже окей обрабатывает руку обрабатывается локоть сгиб руки как вы думаете ночью живущий сгиб руки ставит катетер и физраствор черт зажмите ему рану там где если он сдохнет в принципе ничего не изменится кажется ему все я боюсь его придется закапывать ехать ладно мы ему ничем не поможем все бросайте его тут все бросайте его нахер тут вот так это ложь монсону мы сходим по переоденемся потому что давайте сеньор дель тора даме да да сеньор дактона дель тора да сеньор сейчас пойдем взял ключи надо в автомобиле поговорить наедине здесь здесь где-то на синьорной дель тора у меня есть и порог да сеньор конечно что ты думаешь насчет монсона как тебе его метод работы довольны сеньор сеньора дель тора вы прекрасно знаете что я не могу я просто не имею права осуждать сеньора монсона ведь он меня спас в нужный момент нет он пристроил что там депли делал он сдох лежит в подвале в крови весь поедем его закапывать мы с ним говорим пойди проведай его там еще есть я не твоя шавка как ты смеешь так со мной разговаривать я на данный момент разговариваю с начальником охраны и у нас серьезный разговор указание от шефа для синьора дель тора до чем-то мы там остановились судьба этого раньше зависит от монсона да ну шеф ему доверился а сейчас все идет ну не очень лучшим русле в общем-то его методы шефу не нравится людей становится меньше и зная слухи же расходятся зная методы монсона людей набрать час нормальных очень очень сложно поэтому сессии не редактора я меня направили сюда чтобы проверить что как и уже потом мы будем решать что делать с монсоном сейчас не нужна детальная информация тебя в любом случае под откос пойдут все что не делает результат сейчас тебя и у парней и своей команды есть шанс сказать как есть синьор дель тора вы прекрасно знаете что мы все все цело принадлежим картелю мы мы понимаем что на данный момент ситуация тяжелая сложная и неописуемо сложная но если говорить честно синьор монсон делать все возможно для того чтобы как-то улучшить положение но до его методы может быть немного грубоваты и радикальный но он не один раз спасал нам жизни мы обязаны ему знаешь шеф он нравится а я его ненавижу и я это человек который могу его сдвинуть с этого поста я смотрящий который пришел от шефа ты же понимаешь и и да если вы картель вы должны целиком и полностью принадлежать пункте бланка да а не какому-то психу монсон если он вам мешает я могу его убрать но мне нужна помощь у шефа ну шеф знает что у меня есть неприязнь к монсону и без каких-либо фактов он так просто мне не поверит поэтому синьор монсон я я не хочу быть крысой в в картеле вы сами знаете что делают с крысами я понимаю что вы меня просите доложить об его состоянии и сделать краткий отчет о нем но вы же понимаете что у нас делают с крысами так рано или поздно если все пойдет не так вас все равно прикончен да мы это понимаем чувствуете какой воздух да какая природа знаете когда я сюда пришел все было по-другому все это строилась и отстраивалась только а сейчас посмотрите что отстроил босс какое здесь прекрасное место и место для ведения бизнеса да но мне кажется финансовом плане мы уходим и падаем в пропасть за эту неделю до 12 поэтому поделившись со своими парнями что делать с монсоном если я уйду то он на всю жизнь останется с вами хорошо если вы его уберете то какой процент того что к нам приведут не такого же радикального как монсон об этом я позабочусь я знаю действительно насколько монсон может быть насильством по отношению другим но монсон в первую очередь вы сами знаете он федеральном розыске международном розыске вы сами знаете и такое лицо как монсон как авторитет в целом сша вы сами знаете насколько он авторитетен и скорее всего у него есть какие-то друзья и они просто так но как бы не дадут его убрать нам снова знакомых в чехии у монсона много знакомых сша в мексике и в европе и и везде вокруг знаешь корки когда пуля пронзит его череп у него не будет помощников надеюсь у него нету связи с богом си синер дель тора я вас услышал да можешь идти ход си еще хорхет да снег подумайте о своей жизни си синер си синер дель тора я вас услышал но все я посмотрю чтобы у него живот не порвался так вы унесете несите он весь в крови твою за ногу ну уж подумали что он сдох пройдется его закапывать синер монсон куда его нести ковер дорогой не надо на него положите его может его винную может его винную да там оставьте прямо за мной сколько он весел чертов ублюдок много жрет так направо сейчас сюда его бросайте его сюда коробкам вот так физраствор ему уже поставил его забинтовали ладно если сдохнет будет плохо не сдохнет будем работать если босс его ставят в живых все таки ладно пошлите мне нужно с вами поговорить потом начать его пошли за мою хорошо чёрт что это за звуки не знаю я какого хрена быстрее сюда за мной бегите я не знаю убегите спокойно 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 тут может они не сюда приехали так так смотрите значит ситуация следующая парня вы прекрасно знаете что я вам доверяю и надеюсь что вы мне тоже доверяете поэтому я надеюсь что этот разговор никуда дальше не уйдет в общем то ситуация такая синьор дель тора не уверен в компетентности монсона и он хочет его сместить все что думаете по этому поводу он сказал что если мы его не уберем вернее если мы не если мы будем против этого то то мы поставим под угрозу своей жизни и жизни своих семей вы же прекрасно знаете что у вас есть семьи в мексике в колумбии вот поэтому он мне сказал чтобы мы подумали насчет этого всего дела я хочу услышать ваше мнение по этому поводу да эдварда мы уже чуть не потеряли неизвестно выживет ли он вообще чуть не убил черт какие-то предложения есть по этому поводу что будем делать это очень сложная ситуация мы не можем просто взять и предать монсона нам нужно тогда разобраться он спас мне жизнь я не могу просто так ему пустить пуля в голову я понимаю но он чуть не убил нас всех гробан и психопат это верно это верно меня не отрисаю у меня есть идея нужно сейчас что-то сделать который прострелил я предлагаю под прилог кто то что он умер вывести отсюда синьор дель то рассказал что ладно не суть черт ладно там копы наверно думаете ну крайне мере было точно а где Монсон я не знаю он спрятался у себя там в тайном месте у него в кабинете знаете есть у него есть внизу там дверцы по потайной так давайте за мной осмотримся вокруг ланда полисиас я не знаю они нам всем скажу на сейчас цепочку если мы их увидим слишком много там похоже с звуком там кровь в этой конюшке они сюда придут да чёрт у нас здесь так смотрите хватаем наберите ведро с водой это первое я схожу два ведра с водой добери я за полотенцами я гирзы буду искать давай я за полотенцами я за полотенцами я за полотенцами хватает тряпки тряпки полотенц ты кто такой чертов так так вот полотенца черт кидает полотенца и вытирает кровь мистер альварес там полиция пришла что они тут делают я не знаю ладно с ними мистер дельтура так лей сюда воду вот сюда все заливайте водой вот тут тряпки я пойду поговорю что там а что у вас тут случилось все прибрать гильзы убрать этот если будет много разговаривать пулю ему пустите потом так так это ваш коллега это самый странный человек объяснил почему извините я вас люблю александр вы знаете у нас больше ваших приятных сотрудников да еще мне понравилось что-то зачем пойдут подумать сам причем у нас закон он такой не 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 очень интересно ну вам надо купить альбом с татушками там окей но даже не что ли и какие люди а как э с фамилией монсон знаете такого говорить и честно синера дель туры все в порядке до полная кого монсона вы знаете мы любим деньги если у нас нету до хорхе монсона я впервые слышу эту фамилию нет у нас в основном все мексиканцы как бы работники ну в основном охранники бывают разные там именно александро чапаля чапаля вы нас правильно поняли мы не совсем простые детективы мы любим так сказать помогать сотрудничать я вас понимаю но к сожалению даже если вы президент соединенных штатов я не могу вам ничего сказать о монстре вы понимаете чем я говорю нет у нас такого работника но могу дополнить пару инцидентов ну пару таких поправок с инцидентом если вам интересно мы торгуем скажем продукции с нашего раньше у нас есть плантации виноградные мы много чего перевозим на грузовиках также занимаемся скотоводством но у нас есть фургон который все это переносит какой-то детектив до зашел к нам на частную территорию заехал не зашел начал расспрашивать про людей что они какие-то преступники люди которые занимаются ну производством они просто берут со склада несут по магазинам по складам и оставляет их их посчитали за каких-то преступников вы бы видели как они их арестовывают как будто не знаю какого какого-то террористами по итогу их отпустили да потому что обосрались у них ничего не было по себе вот все что я знаю что это говно полиция в этом округе и детективы и шерифы я думаю вам нужно заняться не знаю пусть они хотя бы педал коды или законы перечитают сообщение мистер александра мы здесь как ты назвал его конечно я могу вот на пройти синера дель тура все в порядке да пока что все в порядке вы занимаетесь пока работой где у вас вводный я вас отведу не беспокойтесь можете за мной следовать до корки можно с тобой поговорю конечность синер дель тура да я сейчас приду где мы будем говорить в машине надеюсь где вам угодно но я хочу с вами лично поговорить последите за этим давайте где можно в выбор на пойдемте убор на вас не внутри для гостей у нас на улице он видите там будка туалетный бокс видите там переделан там далеко по моему это конюш нет видите там ну пойдемте вас отведу ну пойдем мы пойдемте какими его тут судьбами хотим наладить тесную связь мы же обычные рабочие занимаемся на раньше выращиваем тут курс свиней скачки на быках устраиваем уже знаете дело полиции помогать людям разных отраслей знаете тут так очень много структур ввязано так а я вижу ладно да вот здесь время пойду здесь едите конечно неким кем принято у нас тут люди из фбр пытаемся сеньор дель тора общается с ними кем-то кем-то они спрашивают про ланса на кем дачу трудили через телефон конечно легко общаться будет чем чем через чем через допустим в меню очень удобно что эти крысы хотят там видно закрыл все здравишь поэтому это вряд ли они хотя бы увидеть как мы кровь убрали у у нас проблема у нас проблема вокруг нас никого нету нет у нас проблема серьезная проблема ну монсон приказал убрать дель тора у нас большая проблема кого слушать у нас большая проблема вы понимаете у нас огромная проблема же я не могу этому психу же доверяется у нас всех здесь угробить так продолжится подожди я понимаю что он тебе помог но я суть дель тора хочет убрать монсона дель тора хочет убрать монсона я слышал о чем вы говорите а монсон хочет убрать дель тора об это вы сечете ситуацию я сетку то предлагаете на чей стороне мы останемся смотри ну он хотя бы у мозга тебя за не прострелит нам создал а то что сегодня случилось на плате там вроде как меньше с эдвардом это да такой может учиться здесь каждым буквально просто потому что когда держишься на пять минут он чуть хавьяра не прострелил черт он нас всех угробит я конечно понимаешь что он много платит но вы понимаете понимаете что монсон влиятельные друзья не только у нас в хуариде а еще и сальватручча и и так далее и если мы убьем его можем развязать новую войну а если мы не уберем завтра с опоздаешь на 5 есть а если мы не удалим не уберем дель тора то монсон убьет нас сечете у нас очень серьезная ситуация парни я не знаю буквально заложник все тихо туалет нашли да все нормально отлично у нас там классные удобства правда можно и так сказать получил у меня дом что-то еще нет не хотите чаю нет благодарю ладно ну и как работает чем занимаетесь разные разные дети пустюры не хотите коньяк виски а не воздержусь я не пью завязки ну ладно давно работаете ну как визу получили миграционную разрешение много получает да не особо не особо но ножи не хватает на его дома может после отставки чем-то заняться приходите спрашивать 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 ну после отставки да я могу идем вам место в конюшник где-нибудь ну под коней конечно уложить не будем но найдем чем-нибудь ну можно чем ну больше работы нет у вас смазать я в принципе так все диего заткнись телом и старт на душе и молот и защитите нас от внешнего от мира работать мы будем все что я требовал они прямо на улице общаются я все по образованию живу что партнер дель торо все в порядке у вас да да в полном порядке может вашему другу принеси коньяк виски нет я думаю мистер северс уже уходит отлично его проводить сейчас он там связался с кое с кем конечно синьер дель торо корки можно поговорить с ним си синьер может он ушел да он ушел отлично у меня есть грандиозный план синьер у меня у меня вернее у нас проблема что случилось очень серьезного характера я не знаю как вам это сказать но монсон приказал убрать вас да а вы приказываете его убрать и ну вы синьер вы понимаете что у нас очень сложная ситуация скажи знаешь что монсон скажи что пришла повестка с вашингтона что намечается очень крутая сделка угу скажи что с тобой связался шеф и сказал что шеф сам недолюбливает александра но пока что он нужен до окончания сделки александр не трогать скажи что шеф тебе приказал самолично угу я вас услышал снег окей пока что обращайтесь нормально с детективом они нам помогут да мы ему содействуем да хорхи я думаю все выйдет хороший владельцы этого ранчо не убирать не убирать да отступай александра он нужен ему для сделки все сеньор ммм понаехали тут конечно все в порядке у вас да не подскажите где мой нападник и не его секретарь на улице наверное разговаривал только что с моим коллегой не не закон у нас послезавтра или завтра наличие очень очень большая сделка все 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 как все Продолжение следует...